всем здарова народ с вами эдгар вы на канале мысли от эдгара сегодня 23 августа 23 год красивая дата пробежимся изучим интересные темы новости крипты конечно зачитаю и прокомментируем будем изучать этот горёбаный изменяющийся мир начнем как всегда с coin market cap платформа где можно посмотреть капитализацию цены и все что хотите если ты криптан то по-любому знает что это и так капитализация у нас снизилась держится также в районе одного триллиона жду не дождусь когда будет 2 3 4 5 10 триллионов но я думаю что буквально там 12 годика и мы такие цифры увидим но на сегодняшний день красота заключается в том что у нас есть возможность пополнять наши крипто кошельки но вот хреновая сторона заключается в том что большинство так сказать криптанов жестко очкуют именно в такие моменты и вот эта классическая тема когда выстраиваются картинка когда биткоин там по 60 тысяч народ выстраивается когда биткоин там по 26 ли там ну ниже то никого в очереди нет все все сливают я отслеживаю всякие разные показатели отслеживаю разных экспертов всякие разные твиты и сейчас очень мощно идет отток крипты в особенности того же битка у хомяков и это очень жестко скупают крупные игроки киты в общем идет перелив криптовалюты из слабых рук в сильные руки но в принципе что и должно было произойти я думаю что это нормальное явление потому что в итоге когда мир перейдет уже на такую глобальную глобализация блокчейн технологий то основная часть как бы активов должна быть у богатых людей ну не то что она должна или не должна быть вот справедливо это и не справедливо но всегда как бы кидали так сказать хомячков и лохов в общем разводили и всегда вот такая история происходит это вот испокон веков так тысячелетиями поэтому сейчас в принципе ничем эта система не отличается и все также будет продолжаться вот дают показывают что вот смотрите красота какой классный мир будет вот в этом мире будет крипта рулите все такое вы все можете разбогатеть но хренушки вам вот мы сделаем все чтобы у вас крипты не осталось ну и в общем те кто урвут эту крипту себе те смогут сделать деньги иксы но тут нужно быть терпеливым вот в такие моменты не включать депрессию не ныть я могу сказать что вот именно вот на сегодняшний день большинство типа криптонов просто превратились в каких-то нытиков депрессивных людей разочаровывается во всем как бы ваша сила вот этого криптона заключается в том что вот именно вот в этот момент вот как бы быть четким вот держать позицию они тогда когда все хорошо когда все хорошо блин там у всех все хорошо и если сейчас вы выдержите а то еще вообще пополнитесь свои кошельки то когда будет все хорошо у вас будет очень все хорошо понимаете в чем раскладка так что фиксируем биточек у нас 26000 эфир 1600 xrp 050 кардана 026 троны полка доты в общем кра-са-та вот я не рубля так сказать не ни одной монеты не продал из своего портфеля и не собираюсь по возможность по возможности как только у меня появится появляются вернее рублики я конечно там большую часть меняю на крипту ну и остальное оставляю там чисто покушать чего-то какие-то жизненные задачи порешать а все остальное только в крипту поэтому до 25 года у меня задача накопить насколько это возможно переходим на первую новость это ну не совсем даже новость чтобы вы знали вы можете забрать air drop кто еще не забрал напоминание делаю вот пришли на мои монеты они уже там неделю или две по списку до 2026 года я буду получать air drop многие люди вы в том числе возможно получаете поэтому не забывайте заходить и забирать свои монеты конечно же их стейкать положить под процент а вот мои процентики в общем я получаю получал получаю буду получать халявный аир дроп этот аир дроп под процент еще получаю халявные монеты вдобавок и в итоге у меня вот это все халява флеер это очень мощная сеть это будущая сеть за счет которой будут работать огромное количество других топовых блокчейн без этой сети просто невозможно будет работа вот этих вот платформу поэтому ребята заходите забирайте свои монетки не забывайте вот обязательно нужно их клеймить и тут срок дает там 60 или 90 дней если не забираете они здесь нулируются так что качаем эту тему тоже отдельно у меня кучу роликов по экосистеме ripple xrp flare songbird и все такое все эти монеты у меня есть все они работают все они в работе я только их докупаю тоже ни копеечки отсюда ни одной монеточки не слил потому что когда все это заработает это даст такие иксы что будет все по красоте погнали ребята дальше следующая новость анатолий оксаков говорит что концу года оборот цифровых рублей будет измеряться миллиардами но вот большинство россиян срать хотели на это вот так вот извиняюсь за такую грубо но именно так я знаете много размышляю философству разговариваю с людьми обсуждая все такое изучая вот этот блокчейн мир в целом мир потусторонний мир вообще все что можно изучают такое вот у меня мозг блин изучает все что блин под руку попадется блин и такое аналитическое у меня мышление я не могу в общем не изучать не думать что будет в будущем вот такое у меня как бы мышление постоянно критикую какие-то вещи потому что хочу чтобы они улучшились вот и наблюдая такую картину на сегодняшний день вот с кем бы я не разговаривал да ну вот никто не знает что такое вот смотрите блокчейн да ладно хрен бы с ним с этим блокчейном и биткоином это вообще какая-то далекая и херня из космоса вот для россиян я лично живу в россии я гражданин россии поэтому могу так говорить вот это как говорится не в обиду сказано а наоборот я хотел бы чтобы люди больше про это понимали знали лучше жили потому что наше общество будет лучше жить а если общество в целом хорошо живет и мне по кайфу живется поэтому вот я только за чтобы общество развивалось вот я за свою страну и за хорошее будущее своей страны поэтому все что можно делать чтобы в нашей стране было классно жить сажают деревья например вот так сказать за мою спиной уже наверное больше 300 посаженных деревьев вот себя не похвалишь хрен кто тебя похвалит вот так вот ребята и каждый год я высаживаю огромное количество деревьев сам их черенкую выращиваю размножаю и сажаю вот так вот я не жду там чтобы мне кто-то там помог принес подал просто это делаю и все на этом чуть-чуть отвлекся так вот получается так что большинство граждан вообще не в курсах что есть вот как я сказал хрен бы с ним с этим блокчейном и биткоином и вообще со всей криптой они знают какой цифровой рубль и тут вот эта новость за новостью приходит вот анатолий оксаков это сказал то сказал набиулина это сказала то сказала то внедрили все внедрили уже это все тестируется вот-вот это уже во всей стране будет и вообще вот оксаков говорит что концу года оборот цифровых рублей будет измеряться миллиардами но я вообще не знаю людей чтобы кто-то вообще разбирался в цифровом рубле не то что разбирался вообще не слышали большинство ну что вообще происходит вот как бы раньше в моем детстве я еще как-то знаете фиксировал такую историю например там взрослые люди сидят там у себя на кухнях обсуждают там не знаю дорогу президента какие-то вещи там что вот такие плохие это хорошее должно быть так а так не делается ну в общем критикуют там чего-то ну в этом хотя бы разбираются слушаешь там маленький сидишь там взрослые люди между собой типа вот такой вот такая-то партия она должна была сделать дороги не сделала но в общем они разбирались и в партиях и в дорогах и в экономике и во всяких всяких движухах и это все правильно они обсуждали неправильно неважно но они это хоть обсуждали сейчас на сегодняшний день мир меняется в мире есть цифровой руть ну цифровизация происходит хорошо ли это или плохо да не вообще не важно сейчас суть в том что это происходит и я нигде не слышу ни на улице ни на кухнях ни у знакомых вообще чтобы кто-то сидел и обсуждал например ну вот цифровой рубль типа это хорошо или плохо вот как он будет работать как применяться или еще чё-то вообще ничего я блин когда про это задумываюсь ну блин и тут потом читаю сижу вот такие новости там что а вот аксаков говорит ну вот давайте почитаем что он говорит и это как вообще состыковывается с тем что граждане вообще знать не знают о чем идет вообще речь вот у меня такое ощущение что один я только обсуждаю цифровой рубль и какие-нибудь там бабушки которые говорят что это а цифровка мира мы все рабы ну что-то типа такого вот председатель комитета госдумы вот аксаков выразил мнение что концу 23 года оборот цифровых рублей будет измеряться миллиардами не копейками какими-то миллиарды уже он говорит цитирую вот я думаю что концу года оборот будет измеряться миллиардами рублей в настоящее время тестируются технологические системы для того чтобы потом не было никаких сбоев по первым результатам могу сказать что пока никаких проблем нет сказал вот аксаков в россии недавно принялись закон то что банковская система уже может работать с цифровыми деньгами вот цбрф это все контролирует является вот статус оператора платформа cbc теперь имеет право отказать любому коммерческому банку в проведении операции короче cb центральный банк ну в общем банк россии является имитентом и контролирует в общем цифровой рубль ну я думаю что вы уже этим даже пользуетесь просто они про это вам не говорят вот этим qr-кодом когда оплату делаете это и есть цифровой рубль в принципе вот и они это тестирование как раз проводят просто про это не говорят ну это мои догадки мои фантазии может быть это не так не знаю я просто так думаю я так думаю вот так и получается такая штука что раньше граждане хотя бы чего-то знали чтобы обсудить то что происходит в государстве если это не могли обсуждать на улице хотя бы там у себя на кухне под бокалом пивка и кириешек ну хотя бы так даже обсуждали сейчас получается что грядет цифровой рубль а люди ни на улице ни дома нигде не обсуждают цифровой рубль ну просто пофигу вообще я вот если честно вот в шоке от этого процесса вот прям ну хочется как-то вот уже так как я этого всего много читаю уже знаю уже вижу уже что это все уже работает вот-вот этот движняк пойдет ну просто хочется с кем-то например общаешься и ну говоришь говоришь и уже я не могу как бы не разговаривать про вот эту цифровизацию потому что о чем бы мы не беседовали там со знакомыми на улице где угодно ну нельзя не обсудить уже вот эту вот цифровизация блокчейна вот это все это не просто какая-то отдельная штука которой только я интересуюсь ну просто например там есть человек любит например стихотворение вот он там читает миллион книг но всем остальным пофигу на эти что он там книги читает как перечисляет там этих всех людей кто это все написал ну да тут ладно но блин это деньги и они касаются всех все будут этим пользоваться но это не какое-то хобби мое лично которое я говорю давайте обсудим там цифровой рубль или блокчейн на улице с кем-то знакомыми это блин всех касается и когда говоришь некоторые люди например приводят в пример какие-то темы доказывая свою какую-то стратегию по поводу какого-то там определенного разговора и в этом разговоре не присутствует вообще блокчейн и цифровой рубль и вообще ничего из нового я говорю блин ну например там вообще дружище как ты вообще выстраиваешь свой сейчас разговор в котором нету этих вещей вообще ну как бы мир сейчас так работает и будет работать но как бы обсуждать новый мир что будет в будущем и не обсуждать эти вещи как вообще с тобой тогда разговаривать вот я не знаю пришли поговорить про динозавров а разговариваем про не знаю хлеб типа динозавр это тут при чем вообще ну мышь про динозавров собрались разговаривать и ну нужно как-то там что за динозавры какие бывают и все такое а тут я говорю знаешь вот хлеб и он выпекается вот так и мне такой дружище какой хлеб мы про динозавров ты вот такое же ощущение у меня блин с кем бы не разговаривала они все пытаются куда будущее предсказать я думаю что в россии будет так или сяк и в этих разговорах не присутствует вообще слова блокчейн крипта цифровой рубль цифровизация cbdc вообще этих слов нету да хрен бы с ними с обычными людьми смотришь любые передачи которые ну не передачи даже не как их назвать но эти люди так это называют вот российских каких-то экспертов которые снимают видосы в которых они там рассказывают по про будущее россии мира и что будет происходить и они когда говорят более старшее поколение нет это называется там передача вот поэтому передачи так вот они там предсказывают будущее и когда это будущее предсказывают в этом разговоре не присутствует вообще вот что-то связано с блокчейн технологиями мир основывается понимаете мир этот грёбаный на блокчейн основывается уже но просто без этого никак чё бы ты не говорил уже надо говорить блокчейн блин искусственный интеллект который основывается на блокчейн блин мне письмо пришло сегодня от microsoft так как мы зарегистрированы у моего сына компьютер там microsoft лицензия вся эта херня и приходит письмо предупреждение что в 30 30 августа россии вырубают короче по санкциям вот эти лицензию по всей россии вот некоторые люди понимают что происходит на большинство вообще хрен забили на это все просто отрубят им лицензию вот в августе в сентябре и реки чё а чё произошло о птичка блин и вот это письмо пришло и там прописано что прописано написано что там по цепочке глубже 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 как бы там зачитываешься уходишь они тебя уводят в итоге типа какие изменения как бы фиг бы с ним со санкциями что нам там что-то запретят сейчас даже не это будем обсуждать а что именно microsoft делает что вот это вся история происходит в итоге я короче добрался до основы и там прописано что они меняют почему то это и там прикиньте список изменений в microsoft основная движуха их всех нововведение это вот искусственное интеллекта вот этого чат gpd вот это все истории на блокчейне короче и там такая штука что 30 сентября это не только кстати россии касается вообще всего мира вы если не как бы бездействуете когда там обновление будет типа на платформе у вас на компьютере или еще где-то то вы автоматически значит соглашаетесь с новой работы microsoft и если вы не согласны то вы уже сейчас до 30 числа должны подать там как-то заявку отказываетесь от работы с этой компанией и удаляете эту программу с вашего компьютера и пользуетесь какими-то типа другими там так и написано вот хотите пользоваться microsoft значит принимаете эти условия а условия такие что все системы приходят переходят типа на искусственный интеллект на основе блокчейн и вот как сейчас например выстраивать разговор с людьми потому что 90 с чем-то процентов например россиян работают microsoft и там процентов наверное 10 только айос вот это вот apple of sky техника в основном все вот с microsoft и там как раз таки блокчейн и вот иди кому-нибудь и раз кого 30 вот как только вот эта движуха начнется все будут визжать и пищать в сентябре мы еще увидим вот это вот начнут триндеть по всем этим блин microsoft отрубил то все и получается что видите microsoft уже работает на блокчейн и еще как бы круче с искусственным интеллектом и я посидел подумал думаю почему россию отрубают от microsoft от apple вот всех технологий потому что я вот говорил или нет не помню у меня планшет куплен за 120 штук до дочки купил этот ipad самый последний и там что-то случилось пошел в сервис центр мне там послали в баню короче говорят компания apple в россии по санкциям закрыла программное обеспечение которое нужно для тестирования всей техники apple и получается они не могут принять по гарантии потому что не могут протестировать и зафиксировать в общем закрыли вот apple закрыла в россии вот эта движуха программное обеспечение microsoft программное обеспечение закрывает ну и там ряд компаний закрывают и они все получается переходят на блокчейн и искусственные интеллекты и думаю чё за фигня почему так я так понял они вводят эту систему сейчас там и не хотят чтобы там какие-то определенные страны которые мне нравятся по каким-то причинам я сейчас не буду же перечислять зачем что и почему и как это только они все знают они не дадут нам пока что пользоваться этой системой вот так и мы будем что делать конечно же мы там типа взломанные там вот эти windows и торренты да у нас сразу там кому-нибудь скажешь скажешь блин ну обломно конечно что такая фигня происходит потому что пользуюсь же все-таки я например предпочитаю лицензионные всякие вещи устанавливать я не любитель я даже не знаю всяких там торрентов миллиард лет назад там один-два раза скачал понял что это все говнище и больше не пользуюсь этой штукой я давно уже вот apple установил что все четко лицензировано я лучше заплачу и буду качеством пользоваться но как-то по-другому отношусь к этому но большинство это типа говоришь вот они уйдут с рынка ай да это херня это все у нас там да мы все это взломаем и сделаем и ты вообще отграни парся по этому поводу ну понимаете ну как это не парся по этому поводу что мы уходим в эру динозавров блин я хочу в будущее они блин назад понимаете в будущее хочется в будущем там какой нахрен этот воровать торрент вот это все взломанные microsoft программы что за это за дерьмище это все это разве будущее поэтому это не очень прикольно и тут вот читаешь вот такие вот новости да вот тут вот типа цифровой рубль будет измеряться в оборотах в миллиардах рубль уже цифровой в миллиардах в конце года а народ вообще знать не знает даже на кухне под пивкой это не обсуждает вообще просто мой мозг такое ну замыкание у происходит типа чё как тем временем ребята европейская комиссия разрешила банкам хранить два процента своего капитала в биткоинах сейчас вот просто как бы осознайте о чем сейчас идет речь если не осознали я сейчас буду этот раскладывать вам по полочкам чтобы понятно было в ес получается вот ну европа там комиссия разрешила банкам вот обычные банки уже им разрешили хранить от всего то что они хранят в основном все банки сейчас работают с обычными там стандартными в эти фиатными деньгами ну типа евро доллар там все эти вот ну рубль и все такое то что банки до фондовый рынок и все акции ну в общем обычные стандартные деньги которые вы все знаете но вот из всего объема банк теперь может два процента банка уже разрешает работать в криптовалюте понимаете в биткоины банковская система в европе теперь разрешается в банке два процента битка соответственно на два процента они уже могут начать с гражданами осуществлять работу в крипте но это уже о чем говорить что движуха пошла европейская комиссия одобрила программу банка международных расчетов без согласно которой банки могут хранить два процента своих активов биткоинах а ты об этом сообщил сообщает биткоин магазин вот в декабре стало известно что базильский комитет бис отвечающий за банковские надзор завершил разработку программы которая вот ну короче не будем сейчас считываться суть такая что тут компания кто-то разрешил какие-то комиссии до хрен бы с ними кто и что и зачем но это все там у них государственное в общем они разработали и разрешили суть такая что два процента теперь в банках можно работать с криптой как бы отсюда вы вытаскиваем как бы основу все основа такая что они уже работают с криптой европ в европе этот движняк уже пошел получается что потихонечку видите внедряют два года назад орали что крипта это вообще не нужная штука а теперь уже по чуть-чуть типа можно рассматриваем вот так вот сяк а теперь два процента потом пять процентов а потом етф а потом а потом блин уже банки это крипто банки вот и все вот и потихонечку а люди такие ну я не знаю нужна ли мне крипта или не нужна цифровой рубль будет или не будет это что такое вообще пока вы думаете они уже движуху наводят приток криптовалют европейские криптофонды увеличился на фоне заявки black rock вот кто не знает black rock это вообще мега бомбически мощная сочная как бы я не знаю как это назвать это экосистема ну в общем какие-то рептилоиды не важно объединение богатейших типов вот так там это как угодно можно назвать фонды какие-то там акционерное общество еще чего-то что-то как-то в общем те кто рулят планеты земля вот какая-то определенная кучка вот этих людей или инопланетян или рептилоид уже не важно но вот они рулят планеты земля и у них вот есть этот black rock контора и это black rock имеет в распоряжении оборот бабла в 10 триллионов еще раз 10 триллионов понимаете не 10 тысяч каких-нибудь там рублей там или 10 рублей триллионов долларов понимаете капитализация вообще всей крипты на сегодняшний день 1 триллион а black rock рулит 10 триллионами и вот этот black rock через ETF пытается залететь в крипту и у них это я так понял получается у них там уже процесс то ли им одобрили то ли уже одобряют то ли вот-вот ну это как всегда как бы про это начинают говорить потом вот-вот-вот потом уже ага одобрили потом уже все одобрили а не мы передумали потом ага вот-вот снова ну вот как с компанией ripple сейчас это типа xrp уже все не ценная бумага а потом ага да не не все таки наверное ценная опять в суд опять не знаем опять вот-вот-вот ну в общем вот это вот херня ну как хочется сказать определитесь вы уже да нет что за блин херня происходит они вот-вот вот нет нет знаю знаю не знаю не знаю но для чего вот это вот вот это вот так сказать шняга происходит тянучка непонятная то вот-вот одобрили они не одобрили а это просто слухи они точно одобрили не прям еще точнее не одобрили вот ягода новости читаю примерно так открываешь утром в разных телегах там телеграм-каналах пишут на разных платформах там российских американских неважно одна большая каша типа а блэйк рок одобрили етф думаешь о сейчас движуха начнется потом чуть попозже это были слухи потом они все-таки частично одобрили а вот скоро одобрят и короче считаешь считаешь ну его в жопу вообще все это вот как одобрите так и скажите блин я уже так уже как бы листаю я новости могу прям знаете вот так варом бам-бам-бам-бам-бам вычитывать понимаю что вот часть новостей просто в одна вода ни о чем на и вот какие-то вещи интересные состыковываю себя это все в голове в общую картину чтобы пазл собирался и уже приходит какое-то понимание но один фиг суть такая что в этой компании как бы триллионы долларов да и они вот хотят работать через етф а етф это уже как раз таки банковская система вот эта банковская система ждет не дождется когда туда етф одобрят и они будут вот эти фуфлыжные бумажки через свои банки прогонять вот и пока им разрешили только два процента я вот сижу думаю блин почему только два процента да и у меня в мозг начинает работать состыковка типа что происходит ну по моему мнению происходит так что до 25 года мир нужно сначала подготовить этот процесс идет вот это айсио 20022 нас 25 года движуха уже будет в новой на стандартизации рулит эти это всем цюрик швейцария я про это уже рассказывал и там стопроцентно я думаю что работа начнется вот с 25 года я думаю уже пойдет в 26 год это уже полноценно будет на все сто процентов банковская система я думаю уже должна работать конкретно с хранением крипты или вернее будет проще там ограничение снимут в процентах как бы будет на определение уже банков там они с чем работают а вот до 25 года полноценно вводить не будут потому что еще идет тестовый режим вот этой стандартизации стандартизация всемирной да 20.022 и они должны сначала протестировать список банков подключить банковскую систему все эти вот мероприятия сделать завершить сделать подключить определиться в какой стране какие банки будут участвовать но они же не могут резко потом бам и всем разрешить крипту это получится ну как бы ну туповато так сразу то не разрешали то на тебе сразу и люди просто с ума сойдут тогда поэтому они как делают они потихонечку это делают вот начинают вот ну вот мы вводим вот вот еще вот чуть-чуть вот еще капелюшечку вот два процента вот 5 а вот 10 ага вот и как бы потихоньку дают банкам тестить работать чтобы начинали системы к этому как-то приспосабливаться привыкать и как бы вводят в систему плавненько поэтому и только два процента на сегодняшний день банком дали возможность работать с крипто это вот только в европе да в россии вообще такого не наблюдается поехали дальше вот это у нас по етф идем мастер-карт выбрала флюнси какой-то флюэнси партнером для сопровождения транзакции в cbdc мастер-карты виза они прям мощненько ломятся работу работать на блокчейн основе скриптой они уже все уже там уже конкретно американская процент синговая корпорация мастер-карт выбрала британскую блокчейн компанию как партнеры для обработки платежей в цифровых валютах центра банков вот это тоже в принципе связано с предыдущей новостью новость получается американская контора мастер-карт и британская компания объединяются вот чтобы обрабатывать цифровые деньги банков вот представитель мастер-карт заявил что технологический опыт поможет международной платежной системе лучше понять возможности преимущества государственных цифровых валют cbdc вот и эта компания будет как раз таки этим заниматься мастер-карт отметили что компания флюэнси занимает важное место в экосистеме cbdc поскольку обладает статусом полноправного члена различных экспериментных советов по всему миру например сотрудничать с центральными банками и правительствами 23 стран еврозоны включая европейский центральный банк и англии вот вам и как бы движуха пошла и эти новости вот они вот они взаимосвязаны вот эти два процента которые уже будут работать скриптой банки в европе они будут это делать через мастер-карт которая объединилась с британской компанией и будут обеспечивать вот эту работу как раз таки в европе ну в общем америка это одна движуха получается которая там наложил лапу на много каких стран в мире включая там и страны европы есть также англия которая тоже рулит свою очередь много какими там процессами ну тут не поймешь уже кто кем рулит то ли англия всем то ли америка англии англия всем в общем тут уже сильно внедряться не будем но вот есть европа она там тоже как бы сейчас на две части разделяется как бы одна часть европы превратится в говнище другая часть европы будет процветающей вот а америка поспособствовала этому процессу и вот они как раз таки внедряют это но видите суть какая что американская компания mastercard объединилась с английской поэтому все-таки англия имеет свой как бы вес на сегодняшний день несмотря на то что америка там да может такие вещи в мире творить и вот они объединились и продвигают вот эту крипто движуху дальше биржа okix ужесточила верификацию после разблокировки в рф на многие бирже сейчас вот такая штука идет блокировались вот okix она заблокирована была не работала без vpn я также продолжал как бы изучать разные биржи и периодически заходил проверял работает не работает что да как и вот okix была заблочена в россии на сегодняшний день ее разблокировали она работает могу уже показать нахожусь в личном кабинете и у меня работает это все без vpn обычно стандартно вот отличная биржа я про нее уже снимал видео ссылки на эту биржу есть в описании на другие тоже бирже которыми я пользуюсь вот здесь у меня есть определенные активы для покупки продажи определенных монет в общем разные биржи имеют разные возможности всякие разные акции для покупки продажи определенных монет и без бирж тоже ну никак вот крипту нужно хранить естественно на холодном крипто кошельки на леджере на биржах тоже можно хранить но с биржами уже очень очень серьезные проблемы я всем настоятельно рекомендую выводите бабло на крипто кошельки холодные с биржами в итоге будет очень потом проблемно есть уже много бирж которые берут просто ваши активы переводят свои токены биржи просто блокируются скамятся у них там просто между собой происходит целая вот эпопея с этими биржами если у вас деньги лежат на бирже ну типа чтобы в будущем вы там сделали миллионы вот это самая тупая идея которую можно придумать держать деньги на бирже чтобы было прекрасное будущее вы в один момент очень сильно обломаетесь вот заблокируют биржу она вообще исчезнет закроется соскамится если у вас нету ключей так сказать от вашего кошелька вот этой сид фразы то у вас нету в принципе и криптовалюты поэтому биржа это принадлежит кому-то если там лежат деньги то они не ваши это временное явление но тут как бы и без бирж тоже никак потому что биржа это как рынок ты не можешь все производить сам тебе нужны определенные монеты нужно купить продать там всякие действия делать поэтому есть список бирж например хуже лучше топы и все такое например тот же тоже okix входит в топе вот kucoin okix байбит что там еще есть да бинанс естественно да но с ними тоже бывают всякие там приколюхи но они потихонечку начинают создавать такие проблемы как прохождение вот этих kyc некоторые биржи уже вообще вводят биометрию типа вы должны сканировать лицо вот на некоторых биржах я на kyc прошел как бы это ничего страшного но вот прям сканировать лицо пока мне не очень хочется так что биржа хорошая штука но не для хранения криптовалюты для работы это инструмент для работы поэтому имейте по-другой разные биржи чтобы можно было как-то не на этой не нашли монету но другой тут сегодня не дает вывести там дает вывести ну и вот так вот можете как бы играть поэтому ссылку обязательно оставлю в описании да в принципе она у меня всегда в описании в описании у меня там целый список есть бирж с которыми я работаю заходите и смотрите вот и что я хотел просто сказать тут новостью что биржу разблокировали и в общем суть заключалась в том чтобы была здесь верификация и вот очень много бирж сейчас начнут верифицироваться это тоже фишка которая ведет к тому что потихонечку начинает зажимать потом например вы держите на бирже деньги если это это монета какая-то начнет давать иксы как бы мир начнет меняться резко да в положительную сторону для крипты то я думаю что вам просто не дадут с биржи выводить такое количество денег да сколько там вы сможете типа заработать там будут ограничения проблемы и все такое в общем зажмут по полной поэтому храните крипту на леджере власти омана запустили второй центр для майнинга криптовалют министерство транспорта связи вот технология омана заявила об открытии второго султанати центра для обработки данных и майнинга криптоактивов тоже как бы новость не сказать что прям супер какая-то новость но суть в том что во многих государствах постоянно открываются новые на какие-то центры по майнингу и вот тут тоже вопрос блин если это брехня вот это все никому не надо да все обсуждаются крипто рухнет и нахера столько денег вкладывать майнинговые центры запускать как бы вот за эти за крипту вот бороться да и вот инвестиции в майнинговую отрасль султаната превысили 740 миллионов долларов ну они же не идиоты правильно я так думаю что они не идиоты как бы чё там султанате из 740 миллионов неужели они там за миллион долларов да хоть 50 или 100 миллионов долларов не могут выделить собрать умных людей для обсуждения того нужно ли нам 700 остальных миллионов вкладывать в добычу крипты я думаю что у них есть деньги чтобы нанять умных людей чтобы они им сказали что знаете 700 миллионов вкладывать вот в добычу крипты это тупая идея давайте лучше так не надо делать лучше я не знаю гостиницы построите или там чего-нибудь другое сделайте нефть добывайте нет они же как бы запустили еще запускают такие системы соответственно ну наверное это же надо кто-то посидел и подумал решил что это все-таки будущее поэтому давайте еще будем открывать так что тут ну как бы какая-то логика вот есть ожидается что к октябрю парк майнингового оборудования амана будет составлять не менее 17 тысяч устройств вот ну а если они просто идиоты и просто делать им нефиг и они 740 миллионов вложили в майнинг чтобы добывать никому не нужную крипту которая типа должна исчезнуть обвалиться это все мыль на пузырь то тогда вот как бы получать и министерство вот этого этого государства тупанули по страшному вот не знаю но не думаю что такое возможно интересную штуку ребята вот есть очень много всяких разных новостей там то что я нахожу все подобные ссылочки я всегда оставляю у меня в закрытом телеграм-чате он платный 50 долларов в год можете зайти оплатить и в течение года получать информацию все ссылки которые о чем я говорю выжатая информация предсказания по разным монетам вовремя предупреждения по аэрдропам и много чего там интересного аналитика что будет происходить и что сейчас происходит ну и личное общение со мной тоже напрямую поэтому оставлю ссылочку переходите можете оплатить и крипто и напишите в личку можете оплатить крипто и для доступа вот одна из таких например новостей и у меня в этом части есть ссылка можете зайти и более подробно например изучить есть мировой форум по крипте очень серьезный форум и в этом форуме есть раздел где можно посмотреть где перечисляются монеты которые ну как бы они составляют список монет которые миру нужны для быстрых переводов денег для системы смарт-контрактов как технология нужна не просто там типа там какой-нибудь шиба коин там непонятно для чего и что он там делает а именно технология технологические компании которые соответствуют вот ic0022 будущей глобализации банковской системы и в там вот приведен как раз таки список таких монет которые они посчитали нужным как бы сделать доклад и на форуме про них как раз таки рассказывали вот рекомендовали сюда входит например такая монета как алгорант кардана село xrp ledger это вот как раз таки от xrp в экосистеме ripple есть монеты xrp а есть xrp ledger не путаем с компанией ledger ledger это как кошелек название вот xrp ledger это технология компании ripple на основе которой строится международные трансграничные всякие платежи в общем это технологии для работы вот это инструмент и вот они сюда входят solana сюда входят и стеллар вот xrp и стеллар в принципе одна движуха xrp это крупные транзакции стеллар это мелкие транзакции это в принципе одно и то же и можно сказать что вот из компании ripple из экосистемы ripple вот пожалуйста xrp ledger и стеллар они из этой али за 1 движухи как бы это одна тема но здесь есть видите вот алгорант это монета у меня есть портфель и она стейкется это одна из топовых монет у нее сейчас у этой монеты например там просадка достаточно жесткая и некоторые люди вообще типа разочаровываются в этой монете мне лично похер я только эту монету докупаю так вот алгорант у нас монета сейчас 009 охерительная просто цена великолепная блин цена не финансовый совет сами решайте нужно это вам не нужно я лично говорю что я делаю у меня эта монета в портфеле есть она есть в лейджере она используется в стейкинге в новой форме самой топовой экологической это профов стейк система управления голосования про нее вам тоже частенько рассказываю они там еще круче движуху сейчас сделали я в ней тоже участвую и у меня есть закрытые и чат и есть еще курсы вот у меня есть курс про ledger там уже 100 уроков и в этом курсе подробно есть но вот те монеты которые можно стейкать именно в ledger вот алгорант эта монета там есть кардана теперь тоже внутри ledger тоже есть село тоже есть и там у меня подробненько разложено все нюансы как стейкать что делать как выбирать валидаторов там вообще столько нюансов но вы как бы зайдете посмотрите методом тыка легко и просто это сделаете самостоятельно это я думаю что делать ну блин он голову просто себе сломаете вот и тут смотрите вот он список тут приведен и здесь приведены основные фишечки да насколько быстрая монета что используют и так далее так что вот вам пожалуйста форум здесь можно более подробно конечно это все дело читать подробненько вот раскладывается global глобальная международно вот world economic или economic форум вот очень крутая штука переходим еще на одну вещь которую тоже я выкладывал в свой закрытый чат банк россии вот они выпустили такую штуку основные направления единой государственной денежной кредитной политики на двадцать четвертый год и период двадцать пять двадцать шестые двадцать шестой год проект от одиннадцатого августа в общем свежий проект сегодня нас двадцать третий август а это на одиннадцатого августа москва я здесь как раз он тут километровые тут дохриллион страниц можете зайти там учитаться сколько вам влезет но я как бы читал насколько это возможно но вычислял себе определенные интересные вещи такие как вот например трансформация российской экономики продолжится при этом ее темпы роста будут более умеренными чем в двадцать третьем году учитывая завершенные фазы восстановления восстановительного роста вот и вот две тысячи двадцать шестом году российская экономика вернется на траекторию сбалансированного роста в полтора два с половиной процента и можете там дальше почитать вот например там двадцать четвертый двадцать пятый год они тут раскладывают и вот все что тут проговаривается все это четко состыковывается с раскладкой миграции на ISO 20022 еще раз повторю это очень важная сертификация и стандарт выпускает это швейцария эту стандартизацию и они ну как бы эта компания комитет тс-68 международная организация по стандартизации айсио этот стандарт без него работать уже нельзя после двадцать пятого года банковской системе все банки мира которые букатором будут разрешены разрешена работа они должны подключиться к этой системе и это произойдет до двадцать пятого года и когда мы читаем например вот презентацию здесь банка россии то у них прям четко это прописывается и тут как я всегда как бы говорил размышляю двадцать шестой год это год сбалансированного вот как раз таки стабилизации потому что до двадцать пятого все установят в двадцать пятом начнет эта вся история работать это еще состыковка с халвингом биткоина а в двадцать шестом году уже будет стабилизация и вот можно например зайдите вот rosswift.ru вот миграция на айсио 2020 022 это вот россия переходит россия уже подключилась к этой системе вот свифт анализировал сроки миграции я про это уже рассказывал но еще раз вот поэтапный переход вот свифт будет вот начало миграции в 2019 году было начало миграции конец в двадцать втором году завершение миграции ноябрь 2025 год короче в ноябре двадцать пятого года завершается прием для работы с вот этой системой вот кто не подключится к этой системе эти банки не смогут больше функционировать в мире вот пожалуйста ссылку ведет вот это российский сайт вот rosswift.ru можете зайти посмотреть вот одним из важнейших условий для успешного перехода является формирование предпосылок ну и бла-бла-бла-бла-бла вот начиная с двадцать первого года с декабря двадцать пятого года обмен использования в настоящее время вот этими сообщениями будет недоступным короче с декабря двадцать пятого года все вот вот можно здесь получается ноябрь декабрь да в ноябре они завершают прием подключения больше никто не сможет подключиться ноябрь в декабре двадцать пятого года все они уже начнут работать именно с этой системой во всем мире ну и потом там пару месяцев или не пару месяцев месяц буквально там и это у нас двадцать шестой год и двадцать шестой год уже начнет стабилизироваться и как раз вот а биткоин халвинг будет в начале двадцать четвертого года а подскакивает крипта вверх примерно через одиннадцать месяцев ну грубо говоря в течение года получается в начале там в апреле будет двадцать четвертом году халвинг битко крипта должна полететь вверх до конца двадцать четвертого года и потом уже в двадцать пятом ну и ближе к двадцать пятому году оно будет идти вверх 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 я думаю что ближе к двадцать шестому году рынок жестко еще раз уронит разочарует всех по полной ну последний раз киданут короче человечество на крипту и последний раз заберут у человечества запасы криптовалюты чтобы как бы у людей минимум оставалось это и зажмут по полной программе там и биржи и все что можно хрен вы что купите уже там столько проблем создадут ну а прописывается потом смотрите везде вот стабилизация в двадцать шестом году почему стабилизация то потому что они рыбок сделают потом киданут мощненько заберут основное количество денег у человечества чтобы у них не было этого запаса и все и после этого ну как бы у простых смертных забрали основная часть крипты находится у у ну как всегда у главных рептилоидов у инопланетян там я не знаю и все и в двадцать шестом году уже можно что сделать можно уже стабилизировать движуху и начать уже мир вести до тридцатого года ну так сказать типа к лучшей жизни что ли там они и по пути тоже проблемы еще сделают конечно будут потихонечку добивать но как бы основная тема в двадцать шестом году вот так вот вот еще по айсио тоже например ну вот в течение трех лет с двадцать второго по двадцать пятый год поддерживать параллельное использование стандартов с определенными ограничениями это что имеется ввиду то что банковская система сейчас работает они работают ну так сказать с фондовым рынком с обычными деньгами которые вы привыкли и прям резко переходить на вот новый мир тоже не получится поэтому с двадцать второго по двадцать пятый год будет плавный переход и потихонечку как бы переведут на вот эту новую систему в двадцать пятом году как мы поняли там декабрь вся эта история заканчивается поэтому все так дальше вот можете зайти например банк россии официально вот который будет контролировать цифровой рубль это банк россии все счета граждан будут открываться в банке россии и вот стандарт айсио двадцать ноль двадцать два чтобы не говорили что я это придумал я ничего не придумываю вот просто смотрю на официальных как бы сайтах вот и как бы пытаюсь там догадки свои сделать вот банк россии да есть такой есть банк россии ну как бы написано что будет выпускать цифровой рубль есть такое есть это не я придумал вот соответственно стратегии развития национальной платежной системы одной из приоритетных задач банка россии является внедрением международного стандарта айсио двадцать ноль двадцать два финансовые услуги универсальная схема сообщения финансовых финансовой индустрии стандарт предназначен для построения автоматизированных бесшовных бизнес-процессов в разных сферах экономики переход на него обеспечит возможность подключения участников российского рынка к новым расширениям реализуемым на базе айсио двадцать ноль двадцать два а также снизит издержки всех стран всех сторон за счет применения универсированных моделей обмена платежными сообщениями при проведении внутри стран так внутри страновых и трансграничных операций вот короче вот этот стандарт вводится для того чтобы внутри страны система могла функционировать платежи и трансграничные это значит международные и чтобы это все работало вводит эту систему а эта система принадлежит айсио два с ноль двадцать два швейцария в общем весь мир подключается к швейцарии вот цюрих будет рулить всей как бы мира вот это есть как бы глобализация вот цюрих так цифрови зации я не знаю наберите вот цифровизация швейцария вот цифровая трансформация банков много всяких разных сайтов есть можете зайти как бы поизучать сейчас уже не будем сюда вот внедряться вот киберлинк точка цифровизация в социально-экономическом вот цифровизация бизнеса вот ладно неважно зайдите изучите да сайта применения стандартов банка россии вот банк россии перекидывает на сайт стандарты и практики использования международного стандарта ICO 2002 российской федерации проект внедрения этого стандарта вот он так что получается как бы суть такая ребята ну еще раз подытожим на этом походу все получается мир идет глобализация в котором будет одна единая система как бы денег это все будет построено на основе блокчейн и все это будет разбито на разные как бы категории цифровые деньги стран внутри международные трансграничные платежи и более такая глобальная система ну типа крипты биткоин это будет как основа для сохранения денег разные криптовалюты такие как алгорант кардана полкодоты космосы там и много-много еще чего это все технологии на основе блокчейн которые нужны чтобы вот эти все вещи функционировали функционировали без этого никак каждая страна будет иметь цифровые деньги своих стран например цифровой рубль цифровая иена цифровой евро там ну и так далее цифровой деньги любой страны прибавьте будет это это все будет к одной единой системе подключена вот к этой ISO 20022 общая база вот она и как бы это самая глобализация происходит общая глобальная единая система денег вот хорошо это или плохо какая вообще разница сейчас сейчас уже это не важно потому что тысячелетиями мир функционирует как функционирует ничего нового в принципе нету есть рептилоиды которые рулят планета и есть мы с вами обычные люди которые вот так сказать под этими рептилоидами ну и нужно просто наша задача какая там там ходить орать что оцифровывают мир как нам жить зачем это надо это херня полная вот это уже не работает все забудьте про эту тупую идею тут нужно по-другому маленько так ну мир блин идет в блокчейн так 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 что мне делать чтобы сохранить бабло еще и заработать как бы в этом процессе соответственно нужно понять что это такое как оно работает и как бы я в это как бы не изучал и не копал в итоге прихожу к тому что мир блокчейн разные технологии все технологии должны работать на основе определенных систем как бы время поджимает до двадцать пятого года с двадцать шестого будет стабилизация и мы берем еще такую получается тему есть вот этот список криптовалют в мире определенное количество монет и убирать это все не получится потому что ну как вообще это все будет работать да вот если мы хотим создать машину то нам нужны колеса стекло топливо там запчасти всякие все они где-то что-то делаются каждой запчастью каждой технологией занимается там одна вторая третья десятая компания нельзя же сказать что вот мы машину не будем делать или нам не нужны эти компании мы машину из воздуха сделаем нет чтобы сделать машину блин нужно добыть запчасть программу резину нефть или еще чего-то никак без этого поэтому если мы хотим блокчейн мир вернее хотим мы не хотим он будет то все переходит на блокчейн основу а как вся эта система которая сейчас существует там деньги культура музыка платежи всякие там ну все сферы человечества они как будут переходить на блокчейн просто вот из воздуха что ли если музыкальную индустрию нужно пересадить на блокчейн то нужна наверное какая-то технология эта технология это какой-то блокчейн какая-то монета за это отвечает нужны смарт-контракты чтобы договора систему закрыть нужны какие-то мосты для этого там космос полкодот работают в этой сфере ну и так далее там например закрыть какие-то вопросы требуются определенные монеты на рынке много монет но из них большая часть всякая чепуха выживут не все но определенное количество монет без них просто ну никак потому что мир нужно строить и у нас остался там не знаю один-два года я не думаю что за два года успеют появиться какие-то там не знаю другие какие-то блокчейны другие монеты которые смогут эти вопросы позакрывать потому что многие монеты уже в это внедрились уже децентрализовались мы уже туда подключены мы уже в этом работаем система уже работает поэтому как бы брать и вот какие-то альткоины отбрасывать и говорить типа вот будет такие вот люди есть которые типа только будет биткоин а альткоины это все чепуха блин а как те вопросы закрывать все остальные мира вопросы как решать одним биткоином не получится биткоин это не может обеспечить те технологии которые требуются например для тех же смарт-контрактов или еще для чего-то так не получится у нас сжатые сроки до двадцать пятого года и требуются всякие разные разно направленные вот сферы один биткоин не вытянет эфириум тоже не вытянет эфириум даже полноценно не перешел на систему управления голосования алгорант уже перешли эфириум еще нет многие монеты к этому уже вот стремятся кардана туда же ломятся космоса в этом направлении тоже и много других каких-то там монет поэтому и биткоин будет и эфир будет существовать и многие альткоины будут тоже существовать и это нужно воспринимать не как просто деньги а как технологию без этого никак вот вот так вот поэтому я когда говорю что вот есть определенный момент монеты составляете криптопортфели для чего для того чтобы мир будет строиться понадобятся эти монеты именно чтобы эта сеть функционировала а когда вы в этой теме а сеть начнет функционировать полноценно там с двадцать шестого по тридцатый год движуха пойдет тогда ваши монеты превратятся в очень нужные как бы децентрализованной сеть которую ну без них просто никак вы какую-то частичку важности себе возьмете и будете вот на только одной вот этой на процентах там на ликвидности уже зарабатывать вот и все крупные как бы компании богатые люди стремятся сейчас сделать именно вот это вот они накапливают чтобы в ближайшем там столетии я не знаю тысячелетия сколько будет длиться блокчейн эра чтобы у них было определенное количество вот этих вот монет чтобы они имели вес в этой экосистеме и я тоже к этому как бы стремлюсь накапливаю чтобы вес был у меня хотя бы на моем уровне простого раба смертного хотя бы чуть-чуть маленечко мазипусечку чтобы у меня хотя бы было чтобы ну я хотя бы что-то мог понимаете на нашем уровне но на нашем уровне это маленечко превращается в эгэй для нашего уровня до хера денег получится для них там для этих рептилоидов наше вот это эгэй сколько у меня денег они ой что за чмошник что это кто это я вообще они даже нас и не видят поэтому на нашем хотя бы уровне можно делать деньги на их уровне мы вообще не существуем я так понял мы тут пытаемся урвать кусочки но нас очень много и они у нас пытаются все-таки основу забрать вот так вот ребята и когда вот это все понимаешь блин выходишь на улицу пообсуждать с кем-то что-то и они такие а ты знаешь я не знаю там ну начинает вот ленин говорил или карл маркс энгельс да блин ребята вы что это динозавров обсуждали вот давай хотя бы что-то про сейчас вот большим удовольствием будут жевать все что там из прошлого карл маркс там не знаю леонардо написал картину чтобы она значила да мне насрать что она значит я и цифровой рубль хочу понять как работает понимаете что сказал ленин насрать вообще что он сказал как работает цифровой рубль как мне использовать это так чтобы денег заработать блин люди обсудят звезды картины стихи пушкина ну да классно ты знаешь стихотворение пушкина молодец что там написал карл маркс молодец ну а толку то от этого сейчас ты можешь из этого денег делать нет может ты изучишь блин блокчейн цифровые какие-то деньги там леджер крипто кошельки как эта вся херня работает чтобы в ближайшем будущем заработать денег себе и своим детям чтобы твое там не знаю поколение то спасибо тебе сказали нет лучше обсудить какие-нибудь стихи на 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 вот в таком ритме еще и стихотворение рассказывать блин чтобы вы знали вот эти все стихи это как голливудские фильмы сегодня раньше не было этих технологий и как бы книга понятия была редко доступная вещь буквы не все понимали не могли читать богатые всякие там где дворяне могли себе позволить вообще читать научиться книги добыть и это как я не знаю сегодня книгу как в кино сходить и вот были режиссеры вот эти пушкины лермонтовы и много-много кто они как бы того времени режиссеры они записывали это в книге книги распространялись и вот они читали как какие-то блокбастеры типа о онегин так что там значит значит он шел туда да там скрипнула дверь а почему они раньше так стихи ну типа учителя говорили читай стихотворение как-то более эмоционально ну не так что там типа вышел зайчик погулять там та-ра-та-та та-та-та-та-та садись два так нельзя стихи читать почему нельзя почему именно так нельзя а надо типа вышел зайчик погулять и он шел куда-то туда вот это вот все знаете почему так заставляли это по инерции пришло потому что вы прикиньте сейчас пойдете кино смотреть какой-то фильм новый вышел заходите смотреть фильм и в фильме просто человек переводчик русский перевод и фильм значит будет идет так в фильме терминатор короче он идет терминатор выходит там людей встречает он у них забрал вот значит шмотки идет встретился значит с этим другим каким-то терминатором в общем из будущего так и это привет терминатор ага привет я из будущего хочу вот там вы будете такое кино смотреть вот ты встанешь в кинотеатре скажешь что происходит что за херня вообще что за тупая озвучка вообще почему каждый не говорит по эмоциям если он злой то пусть он зло говорит если он весел он должен ржать там я не знаю вы требуете от фильма эмоциональной отдачи а раньше книжки были фильмов не было вы что думаете кому-то хотелось слушать как книгу читают новый блокбастер в таком же формате типа шел пушкин там скрипнула дверь там попадула в воздух травка шелестнула ну в общем он шел встретилась девушка там он улыбнулся и она улыбнулась они пошли никто не хотел слушать книгу в таком формате им нужно было книжку озвучить поэтому вот эта история получилась с чтением стихотворений книг это кино того времени типа шел он туда-то а там тишина надо было вот если там тишина озвучить а там тишина и шуршали и скрипнула дверь а потом хренак завалился терминатор и говорит ребята в будущем значит есть вот такие вот леджеры какая там нафиг движуха с этими терминаторами блин леджер леджер покупайте леджер вот когда про блокчейн начнут говорить изучайте купите блин нахрен крипты я из будущего потому что в этом блин будущем бомжами будете купите крипты и все и исчезает терминатор вот так вот эмоционально как выдаст вам в этой книжке блин так что книжки стихотворение вся эта движуха это все классно но это того времени история и они должны были это эмоционально выдавать это по инерции к нам пришло будущее наступило у нас есть теперь фильмы и стихотворение и вот ребенок идет смотрит кино где там уже картинка он видит там в течение часа но чуть ли не кино прочитал и тут же приходит школа ему говорят стихи читай он говорит да нафига мне это вообще учить изображать из себя артиста читать правильно неправильно вот давайте кино посмотрим лучше а потом еще дальше блокчейн технологии будет ну мы же не можем застрять в книгах в газетах в радио бесконечно блин мир движется движется блин этот гребаный мир мы в будущее идем поэтому обсуждать с кем-то стихотворение чьи-то книжки какие книжки прочитал да я насрать мне на эти все книжки там читал я изучаю я уже не читаю никаких книг нафиг они мне не нужны я блокчейн технологию изучаю я изучаю что в будущем будет что мне это прошлое вообще сдалось то есть я там например миллион книг сейчас буду там какой-то какой-то вид чего такого читал просто возьму что в типа в топах и вам на уши присяду типа я читал такое почитайте на когда у вас будет время да и что мне делать с этими всеми прочитал какого-то хрена в пальто блин где он рассказывает какую-то сказку расследование исследования шерлока холмса да хрен с ним с этим холмсом с его расследованием блин кто там куда пошел в этой книжке вообще зачем мне эта вся история в голову забивать вот этим зачем откройте и блокчейн поизучайте изучите что такое вот современные технологии к чему мы идем вот это изучаете а не вот это старье в голову забиваете у вас голова что бесконечная что ли там же тоже есть ограничения каких-то данных в вашей башке вы же не можете ее перезаполнить просто забываете бредом специально так делают заливает вам в голову всякую чушь старую чтобы не осталось места для того чтобы вы новое изучали вот у вас там тысячу книг старых там всякие ленин шекспир картины стихи динозавры не знаю баба ешки всякие еще чего-нибудь но там уже места нету для блокчейн смарт-контракты cbdc цифровые вот эти деньги да для этого все метавселенная нет места у вас уже переполнена голова всякой дичью и дети в школу когда идут чего изучают вот этой чепухой забивает им голову а нового ничего не дают вы не заметили что в школах преподают старые вещи а где ютубы тиктоки это же они этим живут почему это сейчас не изучают когда это будут изучать ютуб через сто лет когда никому ютуб не нужен будет там будет какая-нибудь блокчейн платформа нового поколения а ютуб это уже будет старое и в школах будет преподавать как открыть канал на ютубе а это уже вообще нахер никому не надо канал на ютубе да кому он там нужен будет в будущем там уже будет какая-нибудь блокчейн метавселенная нанотехнология вот там нужно что-то делать чтобы быть популярным дети будут хотеть вот в этом быть популярным а им будут в школе преподавать как на яндексе открыть канал на ютубе я буду там преподавать типа вы знаете как на ютубе канал открыть и вести его буду там старичком и там какие-нибудь дети да пошел ты не хочу я это учить нужно учить чтобы чтобы что-то там блин я конечно не буду преподавать вот я там будущим детям буду говорить да нахер это все учите что там в будущем будет они вот это все старое вот так вот ребята я думаю вам было интересно послушать мои фантазии все что я говорю это все фантазии мои да да и вообще я рептилоид если что если вы не знали вот я не настоящий но у меня есть курсы ребята где вот про это все есть не про рептилоидов про кошелек ledger вот здесь уже 100 уроков в этом кошельке здесь вводите имя почту галочку заказать оплачиваете и получаете курс на 100 уроков пожизненно это уже все включено так что на этом все увидимся в будущем в бесконечности да пребудет с нами гребаный блокчейн